Мухаммад ибн Агдулла Всюду на земле будет царить несправедливость. И когда появится Махди, он восстановит правосудие и истину. Этот человек станет последним из малых знамений наступления Судного дня. Им будет Махди. Махди станет неким связующим звеном между концом малых признаков Судного дня и началом его главных знамений. На стыке малых и главных признаков будет появление Даджаля. Которая станет первым из основных десяти знамений. Появление Даджаля произойдет при жизни Махди. То есть, последние из малых знамений произойдут одновременно с первыми из главных знамений. И Махди станет свидетелем пришествия Даджаля. Он вступит в борьбу с Даджалем, но безуспешно. И тогда свершится второе главное знамение. Пришествие Исы, сына Марьям, Иисуса. Махди станет свидетелем всех событий того времени и будет воевать в рядах армии Исы до тех пор, пока в конце концов Иса не убьет Даджаля, после чего имя Махди уже не упоминается. В чем же заключается весь этот образ касательно Махди? Правда ли это? Или же просто очередное суеверие? Стоит ли ему верить? Приводятся ли на эту тему достоверные доводы? Или же это вымыслы людей с тем, чтобы еще раз сбить с толку все человечество? Перед тем, как мы начнем, давайте разберемся, что означает Махди. Слово Махди происходит от слова Гидая или же Гуда, что означает наставление. Соответственно, Махди означает наставленный на верный путь. Махди одновременно может быть и собственным именем. Вполне возможно, что кого-то из вас зовут Махди. Некоторых халифов тоже называли Махди. Отец одного из известных халифов Аббасидского периода звал своего сына Аль-Махди, то есть наставленный на истину. Нет ничего страшного с именем, но в данном примере это не совсем имя, а титул. Титул, означающий, что Аллах, Свят Он и Велик, наставил этого человека на верный путь. Откуда же мы берем информацию о Махди? В Коране нет ни прямого, ни косвенного упоминания о Махди. Нет ни одной строчки, даже косвенным образом упоминающей о Махди. Но есть более 20 хадисов касательно Махди, которые являются достоверными. Некоторые из них приведены в сборниках Бухари и Муслима. А в наиболее известном сборнике после Бухари и Муслима, сборнике Абу-Дауда, есть целая глава, посвященная Махди. Она так и называется – глава о Махди. В ней упомянуто более 10 хадисов о Махди. Таким образом, Абу-Дауд, мухаддис, ученый-хадисовед, в своем известном сборнике посвящает Махди целый раздел. В сборнике Суннан от Тирмидзи тоже есть глава, посвященная Махди, в названии которой тоже упоминается Махди. Великие ученые-хадисоведы говорили, что вера в предшествие Махди является одним из признаков веры в Судный день. Поэтому будет правильным сказать, что подавляющее большинство ученых нашей традиции подтверждают идею появления правоверного человека в период, предшествующий к концу света. Они все верят в это пророчество. Сегодня мы постараемся, иншаллах Тааля, да будет на то воле Всевышнего Аллаха, разъяснить разницу между нашей позицией и позицией прочих течений. В целом, мы, сунниты, верим в предшествие Махди. Поскольку это упомянуто в книгах Сунны, в сборниках хадисов. А мы, как известно, признаем книги хадисов. Давайте же упомянем хотя бы десяток хадисов, которые могут нам выявить некоторые характерные черты Махди. Например, достоверный хадис из сборника Абу-Дауда, где приводится, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, хадис приводится в сборнике Абу-Дауд. «Даже если жить в этом мире останется всего лишь один день, то Аллах продлит его для пришествия потомка из моего рода, моей семьи, чье имя будет таким же, как мое, и имя отца которого будет таким же, как и имя моего отца». Он наполнит этот мир справедливостью и правосудием, равно как он был наполнен злом и несправедливостью до этого. Это наиболее достоверный хадис с хорошей цепочкой передатчиков касательно Махди, в котором мы видим три основных момента. Может быть, и больше, но основных три. Первое, как будут звать Махди? Мухаммад. И второе, ибн кто? Ибн Абдулла. Третье, в чем заключается его миссия? В восстановлении и распространении правосудия в мире, равно как были распространены зло и несправедливость. Тут можно добавить еще один момент. Четвертый, когда это произойдет? В последние дни ближе к концу света. Поскольку мы видим, что хадис начинается с чего? Если жить останется всего один день, Аллах продлит его. А это означает, что Махди появится ближе к концу света. Итак, кто будет предком, или же к кому будут вести его родовые корни? В Сунане Абу-Дауд также упоминается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Аль-Махди будет из моего рода, от детей Фатимы». Сколько у Фатимы было детей, если мы говорим о сыновьях? Двое, Хасан и Хусейн. Махди будет родом от Хасана и Хусейна. От кого именно? В изречениях Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, достоверных данных нет. Однако, Абу-Дауд упомянул, ссылаясь на цепочку передатчиков, ведущих к Али, да будет доволен им Аллах, что Али, да будет доволен им Аллах, как-то посмотрел на своего сына Хасана и сказал «Сын мой, Хасан, предводитель». Ведь сам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал его предводителем. Из его потомков появится человек с именем вашего Пророка и похожим на его манеры поведения, но не физические черты. Похожим поведением, но не внешним обликом Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Итак, что говорит Али? Чьим потомком станет Махди? Потомком Хасана, да будет доволен им Аллах. Это позиция большинства ученых. Ибн-Уль-Каим упоминает, что согласно большинству ученых, Махди будет прямым потомком Аль-Хасана, да будет доволен им Аллах, что противоречит несуннитскому течению. В мусульманском мире существует два основных течения, и я постараюсь воздержаться от упоминания их названий, во избежание вражды. Я никогда не стану призывать к вражде и ненависти к другим мусульманским течениям. Это не моя философия. Наша задача просвещать и с уважением расходиться во мнениях с несуннитскими течениями, которые считают, что Махди будет из потомков Хусейна, и они ожидают пришествия 12-го имама, которого они называют Махди. В этом заключается одно из множества различий между нами. Ибн-Уль-Каим также упоминает интересный момент, что Махди вполне свойственно быть из потомков Хасана, поскольку Хасан, да будет доволен им Аллах, отказался от поста халифа ради единства мусульман. В то время как Хусейн, да будет доволен им Аллах, и в этом нет ничего плохого, боролся за пост халифа, полагая, что он был по-своему прав. Что он сможет воплотить в себе все необходимые лидерские качества. Но как раз в этой самой борьбе и произошла трагедия. Таким образом, Хасан, да будет доволен им Аллах, отрекся от кресла правителя, уже получив его, и Аллах благословит его потомство, которое вернет себе этот статус. Аллах благословит его тем, что именно из его потомков появится истинный имам Махди, которому в итоге удастся объединить мусульманскую умму и наполнить мир правосудием. Еще один хадис, упомянутый в Сунани Абу-Дауда, говорит, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Аль-Махди будет из моих сынов, моих потомков. У него будет большой и широкий лоб и прямой нос». И это подчеркивает, что это будет человек с прямым, острым, а не приплюснутым носом. И его лоб будет явно широким, как у некоторых людей, отличающихся широким лбом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Махди будет одним из нас, людей моего дома». Аллах исправит его за одну ночь. Что это значит? Наши ученые говорят, что смысл заключается в том, что Махди повзрослеет, но окружающие его люди не будут считать его каким-то особенным, набожным человеком. Быть может, он будет средним мусульманином или даже ниже среднего, но что-то произойдет, и за какую-то ночь он станет праведным человеком. Это вселяет надежду во всех нас, грешников, что даже Махди начнет с самых низов, но что-то произойдет, что приведет его к тауба, покаянию, и тогда Махди попросит прощения и станет набожным человеком. Поэтому даже Махди, учитывая образ жизни его ранних лет, кардинально изменится, став совершенно другим к концу его жизни. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Аллах изменит его и исправит его в течение одной ночи. Исправит его. Говорит о том, что до этого он ошибался. Салих, праведный, означает, что до наступления этой самой ночи он был не из праведных. Собственно, это башара, добрая весть для всех нас, грешных, о том, что Аллах может в корне изменить положение любого из нас. Некоторые из сподвижников в начале своей жизни творили самые разные злодеяния, но впоследствии Аллах наставил их на путь ислама. И посмотрите, как все обернулось. Поэтому не стоит ворошить прошлое, а лучше смотреть в будущее. Еще один момент, о котором мы узнаем касательно Махди, и как раз учитывая все происходящее в наше с вами время, над этим следует задуматься. Это то, что упоминается в хадисе сборника Абудавуда, где пророк, да благословит его Аллах, и приветствует, сказал, «В мире повсюду будет царить несправедливость и тирания». Махди придет и наполнит мир справедливостью и истиной. Это говорит о том, что до пришествия Махди весь мир будет пребывать в крайне депрессивном состоянии. Всюду на земле будет царить несправедливость. И если мы посмотрим, что происходит сейчас, да упасет нас Аллах, то все как раз идет от плохого к худшему. Ситуация в мире становится только хуже и хуже. Настанет время, когда мир и вовсе будет полон несправедливости. Мир станет мрачным, унылым и темным. И в этом самом мраке Аллах не спошлет свет для уммы. Тот самый мрак, посреди которого кажется, что уже не осталось никакой надежды, и тогда Аллах, свят он и велик, не спошлет человека, который сможет объединить мусульман и изменить ситуацию в мире от несправедливости к правосудию. Это одно из прекрасных предсказаний, которое ужасает и одновременно успокаивает нас. Понимаете? Все будет совсем плохо, но все же потом, после полного упадка, все станет меняться и возвращаться к лучшему. Иншаллах. Еще один момент, упомянутый касательно пришествия Махди, говорит нам о том, что Махди будет родом из Медины, и что он сбежит из Медины в Мекку. Махди вырастет в Медине. Он будет жителем Медины. Но определенные обстоятельства послужат угрозой для него, и он будет вынужден бежать из Медины в Мекку. Данный хадис также упоминается в сборнике Абу-Дауда, где пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, этот человек убежит из Медины в направлении Мекки, и люди придут к нему навстречу, даже несмотря на то, что он не пожелает того, чтобы они шли ему навстречу. Они заставят его принять их присягу, хотя он не будет требовать от них этой присяги. Махди не станет провозглашать себя как Махди. И, субханаллах, я уже начинаю забегать впереди паровоза. Зарубите себе на носу, что всякий, кто объявляет себя Махди, становится лжецом по умолчанию. Согласно хадису, каждый, кто называет себя и позиционирует себя как Махди, вещая из-под подола своей бабушки или же записывая лекции на Ютубе, типа, я Махди, знайте сразу, что это лжец. Настоящий же Махди не пожелает быть Махди. Люди заставят его. Люди скажут, что у них нет другого выбора. Мы хотим, чтобы ты стал нашим предводителем. В то время как он не захочет возлагать на себя такую ответственность. Но в итоге будет вынужден согласиться против своей воли. Поэтому каждый, кто начинает призывать людей и заявлять, следуйте за мной, я ваш Махди, пусть даже у него будет 2, 5 или 10 последователей. Он лжец. Согласно содержанию хадиса, никакой Махди не станет провозглашать себя как Махди и требовать, чтобы вы дали ему свой обет. Все это станет инициативой, проявленной со стороны людей. Людей, которые полюбят его. Людей, которые будут уважать его за его поведение. А совсем не за то, что он называет себя Махди и просит всех дать ему присягу. Таким образом, в данном хадисе упомянут очень важный момент, что Махди будет родом из Медины. Родится и вырастет в Медине. Однажды ему предстоит исправиться и стать праведным. Возможно, в его время всюду будет происходить какой-то политический кризис. И согласно критериям, принятой на то время системы управления, он будет представлять для властей определенную угрозу. Мы не знаем почему. Может быть, по причине его происхождения. Может быть, будут ходить слухи о том, что он Махди. Нам неизвестно. Но власти охарактеризуют его как человека, представляющего собой угрозу. Вполне возможно, что это заставит его забеспокоиться за свою жизнь и вынудит его бежать. У него не будет армии. Он будет один, в одиночку. Он будет в бегах искать прибежище в Мекке. Почему в Мекке? Потому что, согласно шариату, как только ты заходишь в Мекку, то никто не имеет права причинять тебе вреда. Даже если ты преступник. Согласно шариату, как твоя нога наступает на территорию Мекки, никто не имеет права трогать тебя. Ты находишься под покровительством Аллаха, Свят Он и Велик. Таким образом, в поисках покровительства Аллаха Махди направится в Мекку. Что же произойдет потом? В следующем хадисе Аиша повествует, что пророку, да благословит его Аллах и приветствует, однажды приснился сон, после которого он никак не мог найти себе место. Он рассказал ей, «Я видел сон, который заставил меня беспокоиться». Он рассказывает Аиша. Удивительно странный сон. «Я увидел, как группа людей из моей уммы атаковала Каабу. Они добрались до места Аль-Байда». Аль-Байда, если вы бывали в Мекке, и вам знаком район Аджиад, больница Аджиад, улица Аджиад, до него находится Байда. Когда вы заезжаете в Мекку со стороны Аджиада, то до того, как вы окажетесь в Аджиаде, вам непременно надо будет проехать через место, именуемое Байда, или же долина Байда. Итак, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывал, «Они пройдут через Аль-Байда, и Аллах заставит землю открыться, и вся их армия окажется под землей, и будет уничтожена». Этот хадис приведен в сборнике Аль-Бухари и Муслима. А разве в нем упоминается имя Махди? Нет, не упоминается. А что упоминается? Армия мусульман, атакующая Каабу. Зачем армии мусульман атаковать Каабу? Давайте вернемся к последнему хадису в сборнике Абу-Дауда, который не встречается в сборниках Бухари и Муслима. Этот человек будет вынужден бежать из Медины в направлении Мекки. Оказавшись в бегах, Махди станет искать прибежище в Каабе, и люди присягнут ему, дав ему байа, присягу. Далее мы дополняем историю следующим хадисом, в котором говорится, что правители того времени придут в ужас. Кто этот политический агитатор? Немедленно отправьте за ним войска. Но по воле Аллаха Свят Он и Велик, их армия будет уничтожена. И как раз этим событием будет ознаменовано пришествие Махди. До наступления этого самого момента никто не сможет с уверенностью утверждать о пришествии Махди. Кто бы ни называл себя Махди лжец и обманщик. Ведь даже сам Махди скажет, «Нет, нет, не может быть, это не я, я не достоин». Он тут же станет отрицать. В этом-то и заключаются истинные качества лидера. Истинный лидер не жаждет стать лидером. Махди неохотно примет обет. Вслед за ним будет отправлена целая армия, которая будет уничтожена по воле Аллаха. И это послужит знамением. Тогда всем будет ясно, что это и есть Махди. Однако до наступления этого момента, пожалуйста, дорогие братья и сестры, не поддавайтесь на сахарные речи льстецов, не обманывайтесь коварным языком гадюк. Нет такого Махди, который сам станет называться Махди. Когда же Аллах пошлет нам это знамение, тогда мы и узнаем, что этот человек и есть Махди. Как же понимать фразу, что никто не сможет атаковать Каабу, кроме как ее почитатели? В этом также таится определенная милость Аллаха. Хоть и печальная для нас новость. Милость в том, что ни одна немусульманская армия не сможет атаковать Мекку. Аль-хамду лилля. Хвала Аллаху. В этом и есть милость Аллаха. Исламофобы могут продолжать пугать всех своими ложными образами и угрозами. Ни одна армия, состоящая из немусульман, никогда не осмелится напасть на Мекку. Этого не произойдет. До тех пор, пока в мире есть мусульмане, Мекка не будет атакована неверующими. Кто тогда же нападет на Мекку? На Мекку нападут свои же люди. Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предсказал, что никто не сможет напасть на Мекку, кроме ее почитателей. Это печальная новость для нас. Но хотя бы успокаивает то, что Аллах защитит Каабу от внешних врагов, пока на земле совсем не останется мусульман. А что же произойдет, когда на земле уже не останется мусульман? Армия из Эфиопии нападет и разрушит Каабу, когда уже не останется мусульман. Все эти события произойдут уже в самом преддверии конца света, непосредственно перед тем, как прозвучит трудный глаз. Это уже к концу света, после того, как мусульман на земле уже не останется. Характерным описанием Махди является то, что он возглавит всю мусульманскую умму. Удивительный феномен, подобного, которому мы еще не видели, ничего не наблюдали со времен раннего ислама. Хадис говорит нам следующее. Судный день не настанет, пока римляне не разобьют свой лагерь в местечке, именуемом Дабик. Это небольшое селение в Сирии. До тех пор, пока римляне не расположатся в местности под названием Дабик. И тогда придет армия из Медины, которая будет состоять из лучших людей на земле. Они сразятся с той армией римлян в селении Дабик. Далее идет упоминание о Великой битве при Армагеддоне. Я не стану погружаться в подробности всего содержания хадиса. Упомяну лишь, что эта самая армия продвинется до Константинополя и захватит его. Следует отметить, что данный хадис достаточно проблематичен для всех комментаторов нашего времени, поскольку ни у кого нет ясного понимания его смысла. В чем смысл? Ведь Константинополь – это Стамбул. Что значит, они завоюют Константинополь? Аллах знает лучше. Означает ли это, что он снова окажется в руках немусульман? Аллаху виднее, что это означает. Мы же не имеем представления. При этом в хадисе говорится, что та самая армия, которая отправится из Медины, что это за армия? Армия Махди – сразится в битве при Армагеддоне, одержит победу и продолжит борьбу, пока не завоюет Константинию, Константинополь. Это упоминается в «Сахих Муслим», в «Достоверном сборнике». В другой же версии, в «Сахих Муслим» от «Тирмиди» речь идет об Иерусалиме. Однако это не достоверный хадис. Если же собрать все вместе, то у нас складывается целая картина того, как армия Махди объединит мусульманский мир, и на основании которой можно предположить, не утверждать, а пока только предположить, что армия Махди объединит мусульманский мир, после чего наступит мир и порядок, и начнется величайший период времени в истории ислама. В ряде хадисов упоминается, как наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, восхвалял Махди. Он говорил, и это приводится в одном из хадисов «Сахих Муслим», в «Достоверном хадисе», хотя имя Махди снова не упоминается. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что ближе к концу света появится халиф, который будет раздавать бедным деньги, не считая. Он хвалит его за щедрость. В другом хадисе говорится, что перед наступлением конца света можете себе представить время, когда Айса ибн Марьям спустится с небес. Этот хадис приводится в сборнике «Сахих Муслим». «Вашим имамом будет человек из вас». И когда Айса спустится во времена фажра, утренней молитвы, то ваш имам попросит его возглавить молитву. Но Айса скажет, «Нет, икама, второй призыв на молитву, был произнесен для тебя». То есть молитву возглавит один из вас. Знак почтения этой уммы. Это достоверный хадис из «Сахих Муслим». И хотя имя Махди в нем не упоминается, то мы видим обозначение «имам из вас». И это один из наиболее достоверных хадисов касательно появления Махди. Кто же удостоится такой чести, что даже при появлении Айсы именно он станет имамом в молитве? Кому будет оказана такая честь, что даже сам Айса будет молиться позади одного из представителей нашей уммы. Так Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Он будет из нашей уммы, и Айса станет молиться за ним». Кто же этот человек? Это никто иной, как Махди. Именно так образ появления Махди приводится в «Сахихах», «Бухари» и «Муслима» без непосредственного упоминания имени Махди. При этом во всех остальных достоверных источниках имя Махди упоминается. Из еще одного хадиса, также приведенного в сборниках Абудауда, «Муслима» и «Ахмада», нам также известно, что Махди пробудет у власти семь лет. В достоверном хадисе сказано, что он пробудет у власти семь лет. Следовательно, у нас есть информация касательно длительности срока его правления, его твердой власти. Речь идет не о продолжительности жизни, а о периоде правления. Мы также знаем из другого хадиса, приведенного в сборнике «Сахих муслим», в котором косвенно упоминается Махди, что произойдет Великая война, в которой мусульмане одержат победу, и после чего распространится слух о появлении даджжаля. И тогда имам направится со своей армией в поисках даджжаля. Но информация о появлении даджжаля окажется ложной. И как только они узнают, что информация была ложной, вот тогда и появится даджжаль. Опять же, в этом хадисе имя Махди не упоминается, но из этого хадиса мы понимаем, что Махди появится до пришествия даджжаля. Если вы были на прошлой лекции в среду, то мы уже упоминали, что пришествие Махди станет последним из малых знамений Судного дня, служащим, связующим звеном с главными знамениями. Теперь становится понятно, почему. Пришествие Махди является последним из малых признаков, связанных с главными знамениями. Даджжаль появится во времена правления Махди. Мусульмане попытаются сразить даджжаля с переменным успехом. Смогут ли они одержать победу? Нет. Никто не может убить даджжаля. Даже Махди. Но кто может убить даджжаля? Только Айса ибн Марьям. А в чем будет тогда заключаться функция Махди? Его задача будет состоять в построении мирного сосуществования и в общей стабильности его последователей. Всем, кто последует за Махди, будет предоставлена определенная форма защиты. Они все будут под защитой. Они будут вести войну на нескольких фронтах. Многие погибнут смертью шахидов. Но основная масса останется в живых. И как говорится в Сахих Муслим, эта армия будет находиться в Дамаске. Согласно хадису, они будут совершать молитву в мечети Амиядов, в мечети с белым миноретом. И согласно общему мнению ученых, белый минорет был построен вместе со старшей мечетью, которая сохранилась и функционирует по сей день. Это мечеть Амиядов, построенная Абдуль-Маликом ибнуль-Маруаном 1350 лет назад. То же самое здание, постоянно функционирующая мечеть, которую он построил с красивым белым миноретом. Возможно, даже не догадываясь, что о нем упомянуто в хадисе. В хадисе говорится, что когда мусульмане будут совершать молитву в Дамаске, напротив белого минорета, прозвучит икама, второй призыв на утреннюю молитву. Как вдруг, они все увидят, как с неба, опираясь на двух ангелов, спускается Айса. Они приостановят начало утренней молитвы, пока он полностью не ступит на землю. В этом случае, учитывая столь явное снисхождение с небес, проверка документов будет неуместна. Всем будет и так понятна личность этого человека. Ни у кого и сомнений не возникнет, поскольку Даджаль уже пришел. Многие события свершились, и все и так находятся в ожидании его пришествия. Они уже давно ждут в Дамаске, и как только он появится, они сразу же узнают его. Как только он ступит на землю, имам, хадис не упоминает имя Махди, имам, то есть ваш имам, предложит ему возглавить молитву, но он откажется, сказав, «Икама», второй призыв, был произнесен для тебя, поэтому ты сам вставай во главе». А уже после этого имя Махди нигде не упоминается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok